Красноярск станет столицей российской робототехники. 3000 юных инженеров и программистов приедут, чтобы выяснить, кто из них лучший. Наша съемочная группа сегодня пообщалась с теми, кто будет представлять Красноярск. Как первоклашки предлагают добывать глину и какая разработка школьников может помочь крупным добывающим компаниям. Прилично сэкономить, расскажем далее. Глину можно добывать даже в пасмурную погоду и ни дождь, ни слякоть не помешают. Автор этого проекта юная команда Киберкраты. Среди участников есть даже первоклассники. Ребята готовятся к национальному чемпионату. Тема в этом году – добыча и использование полезных ископаемых. Вот представьте такую ситуацию, если добыли руду, отвезли на обогатительной фабрике. И тут раз, и оказывается, что руда полностью пустая. А это лишние затраты на транспортировку и обогущение обогащихся руду. Мы решаем эту проблему в нашей установке. Четвероклассники собрали установку с компьютерным зрением, которая сканирует руду и разделяет по отсекам. Низкая по качеству, средняя и с большим содержанием полезных веществ. В командах все по-взрослому. Есть инженеры, программисты и даже те, кто отвечает за продвижение в соцсетях. А идеи возникают порой неожиданно. Например, на экскурсии по ГЭС. Заметили грязные окна и собрали мойщика. Окна на Красноярске ГЭС очень много площадь. Большая, примерно 100 квадратных метров. Их более 60. Вот поэтому этот робот лучше всех аналогов, потому что он выдерживает большие температуры. А также может мыть окна, ну, мыть извилистую форму окон. От Красноярска в национальном чемпионате примут участие 26 команд. Есть ребята, которые уже пробовали свои силы и на международных соревнованиях. Дети все интересные. Если вы посмотрите и знаете, что в истории у нас теперь возраст от 4 лет. И здесь, конечно же, главное, что у них горят глаза. Горят глаза тем, чем они занимаются. Им не страшно от того, что они экспериментируют. Им не страшно общаться со взрослыми людьми. В краевую столицу на чемпионат приедут больше 3000 участников со всей России. И еще команды из Казахстана и Кыргызстана. И в нашем городе впервые в России пройдут соревнования по робо-боулингу и робо-керлингу. Пятый национальный юбилейный чемпионат по робототехнике в Красноярске. Это, конечно, для нас очень важное событие. За это время, за эти 5 лет, профессиональный уровень команд растет. Если можно говорить о профессионализме в отношении детей от 4 лет до 22. Чемпионат пройдет с 5 по 7 апреля в МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.